Уважаемые коллеги, это рубрика интервью с экспертом рынка. Мы продолжаем вещание нашего первого текстильного телеканала и сегодня у нас в гостях Мария Белова, руководитель портала Вилес. Очень приятно видеть Мария у нас в эфире. Мы долго ждали этой встречи и надеемся, сегодня мы поделимся с вами очень интересной информацией. Мария поделится своими соображениями по поводу того, что сегодня происходит на рынке. И мы немножечко расскажем и углубимся в реальность, в существование, в функционал портала Вилес. Ну давайте, наверное, начнем. Почему? Было такое желание, как реализовалось желание создать этот портал? Каковы были предпосылки, что этот портал представляет из себя сейчас, в чем его миссия в целом, о нем? Давайте, я начну. Произошло это более пяти лет назад. Я сама дизайнер по текстилю, коллега, работаю в том числе с компанией Daylight. И работаю я в этой сфере около десяти лет всего лишь. Объясню, образование у меня непрофильное. Я пришла вообще из банковской сферы. Представляете, да, что это абсолютно разные вещи. И придя в эту сферу, просто влюбившись в ткани, в текстиль, я поняла, что я без этого жить не могу. Я начала как губка впитывать информацию и искать источники этой информации. И, к сожалению, в те времена это было вот примерно так. Передавали по крупицам. Это было вот кулуарно. Чуть ли не телефоны там по секрету на ушко поставщиков давали. Все встречались на выставке, обсуждали, а вот с кем работаете, с кем нравится, с кем не нравится. Когда я пыталась быстро нарастить свой профессиональный уровень, да, я поняла, что источников в интернете нет никаких. Именно касаемо дизайнера по текстилю, вообще текстильного дизайна, тканей. Я не могла найти ни профессиональных выставок международных, ни где они проходят, ни времени, ни каких-то интересных мастер-классов, обучения. То есть я все это выискивала вот каким-то сложным способом. А уже пошло такое распространение интернет-торговли, порталов, агрегаторов. Ну вот пришла действительно, вот она назрела, эта необходимость. И вместе с профессиональным маркетологом, моим партнером, мы сделали такую площадку. Это площадка-портал для профессионалов текстильного бизнеса. То есть это B2B-площадка. B2B. B2B мы не привлекаем конечного клиента и не открываем ни в коем случае наши тайные профессиональные и цены конечным клиентам, нашим заказчикам. Наша аудитория – это только профессионалы. Это поставщики тканей, это дизайнеры по текстилю, руководители салонов штор, магазины тканей, дизайнеры по интерьеру, также работающие с тканями. И, конечно же, уже международная часть наших бизнесов, то есть это фабрики, издатели, агенты. В общем, все, кого интересуют профессиональные интерьерные ткани. То есть я понимаю, что порталу около пяти лет, да, с момента... Примерно уже, пятый год пошел. Идеи, да, до сегодняшних реалий. А вы не могли бы нам сейчас дать вот статистику по российскому сегменту, да, портала? Сколько дизайнеров профессиональных в России, поставщиков, какой портрет вашего пользователя, вашего портала? Давайте вот немножечко по социально-демографическим. Хорошо, я расскажу. Конечно, говорить о точных цифрах вот никто из нас не может. То есть если вы компания, которая там 20 лет там или больше уже на рынке, вы не можете сказать точные цифры, никто не может их назвать. Мы можем только говорить по нашей статистике посещений, по той базе, которая получает нашу рассылку. То есть сейчас нашу рассылку получают около 10 тысяч профессионалов, плюс-минус. И туда входят вот все категории пользователей, о которых я сказала. То есть это уже и фабрики, это уже и поставщики, и магазины тканей, и частные дизайнеры. Порядка 49-50% нашей аудитории – это именно руководители салонов «Штор» и дизайнеры, работающие в салонах «Штор». И я очень горда тем, что у нас уже 7% дизайнеров по интерьеру. То есть мы сумели их переманить от больших и популярных интерьерных порталов, таких как «Хьюз», «Инмайрум», ну и вообще «Проект 360». То есть интерьерщики тоже начинают глубже интересоваться этой темой. Также, если говорить по географии, то порядка 40% аудитории дизайнеров и салонов – это Москва, и остальное уже регионы. Москва и регионы. То есть B2B-портал для профессиональных дизайнеров и декораторов из Москвы и регионов. А давайте немножко поговорим про портрет вашего посетителя портала, все-таки углубимся. Зачем он приходит к вам? За информацией, конечно же. Какой информацией? Расскажите о посещаемых разделах. Нас посещают уже более 6 тысяч уникальных посетителей в месяц. Это наша постоянная лояльная аудитория. То есть люди приходят не только с рассылки, а уже просто за чашечкой кофе утром перед началом рабочего дня узнать последние новости, почитать интервью, узнать обзоры мировых выставок, посмотреть видеорепортажи с выставок, опять же, узнать новости о последних коллекциях, что появилось, что наоборот пошло уже в распродажу. Найти новых поставщиков, найти фабрики и издателей. Это уже вторая часть, кроме новостной, информационной. Задать вопрос коллегам, решить насущную проблему. Например, по поиску большого объема ткани под проект, когда это больше 100 метров ткани. То есть последние у нас запросы были на 3000 метров. Мы в шоке были. Также, конечно, как я уже сказала, это сообщество профессионалов, текстильных дизайнеров. У нас очень активно идут обсуждения, задаются новые темы, вопросы и радуют, что люди делятся информацией. О чем люди говорят? Что они обсуждают? По большей части. По большей части. По большей части это все-таки практически насущные вопросы. Первое место у нас занимает, конечно же, поиск ткани определенного дизайна. Например, ткань уже вышла из производства или ее в данный момент нет на складе у знакомого поставщика. Либо клиент задал такую сложную задачу. Вот найдите мне ткань цвета бедра испуганной нимфы, причем с цветочками фиолетового цвета. То есть люди иногда даже фотографию не могут прислать, но описывают. И я удивлена, что находят. Находят, да. То есть советов очень много. Это уже такой профессиональный спорт превратилось. То есть люди стараются побыстрее дать. А я же уже вот написала, что это был тот поставщик. Я же говорила, это там вот эта ткань. И даже такие случаи были, что салоны Штор в регионах, те, кто имеет ткани на складе, они просто говорят, у меня есть, я вам продам по хорошей цене и без проблем. То есть это возможность по всей России быстро найти ответ на свой вопрос. Также вот если я говорю о поиске под большой проект, это может быть отель, ресторан, это может быть просто большой дом, это может быть какая-то специфическая ткань или нужна очень низкая цена, то мы помогаем сильно, поскольку мы делаем рассылку не только по дизайнерам, по коллегам, но и по фабрикам, и по издателям, и, конечно же, по российским складам, и агентам в том числе. И заявок, ответов на вопрос приходит очень много. Так вот кроме поиска тканей, еще что обсуждают? Конечно, это вопросы пошива, технологии. Это однозначно сейчас лидирующая тема в обсуждениях. Вот только что у вас была актуальная тема, мы говорили о том, что бесшовная технология пошива, дизайнерские новые приемы, сочетание, использование фурнитуры, комбинирование тканей, опыт международных дизайнеров. То есть все вопросы спрашивают, как решить какую-то сложную техническую задачу. Присылают фотографию прямо у окон, например, косой, мансардные вещи, где взять определенную ткань. Вот столкнулась с проблемой, помогите. Также есть такая категория юридических вопросов. Одна из лидеров в обсуждениях. Поделитесь договором, помогите. То есть мы тоже. И мы на эти вопросы не только находим ответы, но предвосхищу, наверное, следующий вопрос Валентины. Стараемся самые актуальные вопросы вводить уже в разряд обучения. Мы находим профессионалов, кто может поделиться этой информацией. Вот так, например, было с юридическими вопросами. Миллион было запросов. Поделитесь договором. Мы нашли, собственно, кто делился. Почему человек так глубоко изучил эту тему. То есть у нас с юристами провела порядка года, изучая, готовил именно идеальный такой договор, который включает... Около года. Около года она изучала с юристами, готовила идеальный договор. И вот нам удалось уговорить ее, опять же, устроить мастер-класс интенсив для того, чтобы поделиться информацией. То есть мы вот по крупицам ищем экспертов рынка и просим их сделать обучение. То есть я понимаю, у вас есть два направления по мероприятиям. Это ваши мероприятия от портала Виллис и мероприятия, которые так или иначе промотируются на вашей площадке. Да, но их меньше. Их гораздо меньше. Их меньше. А вот в процентном соотношении? Ну, наверное, 70 на 30 в данном случае. Причем мы совершенно не против промотировать и вообще информировать обо всех мероприятиях рынка, потому что, как я уже сказала, мы такая независимая площадка, и мы стараемся все-таки давать всю информацию человеку, который пришел. Поэтому это даже не то, что промо-акции. То есть мы в любом случае сейчас перед выставкой будем собирать вообще все информации, вернее, все мероприятия, и делать такую карту мероприятий, карту для дизайнера. То есть он может зайти в одном месте по дням, прям спланировать свой график. Интересно. Потому что очень сложно во время выставки, вы знаете, да, что везде параллельно и мастер-классы, и конференции, и презентации везде успеть невозможно, и мы вот такую делаем консолидированную карту по дням. Вот по поводу мероприятий. Вы публикуете, вы видите общую статистику, чему учатся люди, на что есть основной запрос? Вот мы сейчас проговорили про технологии пошива, про юридические вопросы. Может быть, еще что-то есть очень необходимое? Конечно, очень важная тема. И мы стали такими проводниками этой темы в мир текстиля. Мы первые, ну, одни из первых начали очень активно ее заявлять. Это, конечно, тема трендов и тенденций. Объясню, почему так случилось. Конечно, мы должны давать информацию по всем важным профессиональным выставкам и мероприятиям. Не только в России. Мы стараемся не пропускать ни одну выставку. Порядка 6-7 выставок в год мы посещаем. И делаем обзоры. И уже вот за 5 лет существования портала огромная информация накопилась. И огромный уже анализ с нами проведен. И порядка 2 года назад мы стали уже, мы почувствовали в себе силы, уверенность. И главное, мы уже поняли, что действительно можем, уже можем делиться этой информацией. Не просто транслировать то, что мы видели, но уже и анализировать, и перерабатывать. И второй год подряд мы выпускаем тренд-бук Виллис. То есть мы не просто рассказываем о трендах, заявленных на каждой выставке, но еще их осмысливаем, перерабатываем. Обращаете на что-то уже. Да, уже делаем такой практичный, применимый в работе дизайнера инструмент именно по интерьерному текстилю. Так, это понятно. Еще какие темы? А можно вопрос? Да, да. Это вот мы сейчас говорим про вебинар, который состоится 29-го года. Ой, спасибо вам. Да, мы про него говорим. Я бы могла забыть об этом сказать. Да, 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 да. Мы вас приглашаем, обязательно присоединяйтесь. В этот четверг у нас пройдет вебинар, где мы будем анонсировать наш тренд-бук. В 11 часов. В 11 по Москве, да. А потом мы посмотрим повтор. Интервью, да. Да, и интервью. Великолепно. Так, еще какие темы? Я уже сказала про технологии. Про юридические вопросы. Про тренды. Что еще я могла упустить? Конечно же, в условиях кризиса очень важная тема, которая интересует дизайнеров, это продажи. И продажи в широком смысле. Не просто продажи, как работа с клиентом, но и, конечно, продвижение себя, продажи салона. Соответственно, это соцсети, это Инстаграм, это портфолио. И мы стараемся также тем активно развивать. У нас есть тренинг по продажам, психотипы клиентов, работа Катерины Зубкова у нас ведет. Также в соцсети у нас будет в ближайшее время Инстаграм, портфолио, как отснять, в том числе на телефон без профессиональной техники, как правильно, красиво, да, свой профиль вести. То есть все это у нас. Окей, понятно. Виллис является, ну, скажем так, тем необходимым порталом, для профессионального дизайнера и декоратора, на котором практически любую информацию для своей работы необходимую можно найти. Правильно я понимаю? Однозначно. Сколько же человек работает над порталом? Какой у вас коллектив? Сколько вас? Это очень интересно. Ну, мы растем. У нас небольшая команда. Это команда единомышленников. Мы давно все знаем друг друга. Но сейчас это уже более 10 человек. Начинали мы вчетвером. Главный вопрос, когда мы рассказывали на первой выставке хантик стиля портале, он был, собственно, а какая из компаний в вас инвестирует? Кто за вами стоит? Сначала были слухи, что это проект Дома Карао. То есть вот, с кем мы активно дружили или кого мы рекламировали, та версия и менялась. Потом это был, по-моему, там галерея Арбен, потом думали, что это, возможно, Дейлайт и так далее. А сейчас там в гостях у Дейлайта? Да, следующая версия будет. Но сейчас уже, конечно, все поняли, что это действительно независимая площадка и, наверное, это самое ценное. Поскольку у нас нет необходимости кого-то особенно выделять. Мы не продаем ткани. Мы собираем в одном месте информацию, собираем в одном месте всех поставщиков. у меня вот, например, мечта сделать круглый стол, пригласить лидеров рынка большую пятерку и поговорить на болевших вопросах. Я, насколько знаю, что наши лидеры, такие как Дейлайт, ну, не буду называть. Здесь может звучать любое название. Любое. Хорошо. У нас тоже такая мечта есть. Большая пятерка, да. Они редко общаются. Они здороваются, вы здороваетесь на выставках, но вы не обмениваетесь таким вот наболевшим вопросом. То есть каждый живет в своей такой вселенной. Это логично. Да, со своим, боитесь, что конкуренты вас опередят там и так далее. А мне бы очень хотелось, чтобы, поскольку вы, в общем-то, как задаете вектор развития, и сейчас такое время, когда рынок очень сильно меняется, это было бы замечательно встретиться и поговорить. Хорошая идея. Да. Мы задумаемся о ней. Вот вы говорите о том, что рынок меняется. Насколько сильно изменился рынок с момента открытия портала, когда еще все только начиналось, эти 5-6 лет назад? Что из себя сейчас рынок представляет? Как меняется дизайнер? Как меняется его запрос? Профессиональный уровень? Что он из себя сейчас представляет и что представлял 5 лет назад? Вы знаете, я соглашусь, за эти 5 лет произошло очень много важных событий для нашего бизнеса. Ну, первое, я могу сказать, что это не кризис. Первое, я бы сказала, что это как раз распространение информации, это без бизнеса уходит в онлайн, распространение интернет-магазинов, активно стали появляться интернет-салоны, штор, без оффлайн-точек. Вообще, бизнес перешел во многом из такой классической большого шоурума, и чем больше вы открываете салонов, тем больше ваша выручка. То есть сейчас это не во всех городах, вообще абсолютно, особенно в крупных, это не работает. То есть уходит все, стало больше частных дизайнеров, больше из-за того, что пошел кризис, соответственно, наш бизнес ушел в более высокий ценовой сегмент. Мы не можем сейчас уже конкурировать с сетями, такими как Леруа Мерлен. К сожалению, я, когда общаюсь с салонами в разных городах России, статистика одна и та же. Приходит Леруа Мерлен, через три месяца продажи падают на 40%, поскольку весь эконом-сегмент у нас уходит в сети. В связи с этим, те, кто активно развиваются, они понимают эти изменения, они начинают просто меняться сами. То есть либо вы уходите с рынка, либо вы меняетесь. Меняетесь в какую сторону? Какую? В первую очередь, каждый салон, каждый дизайнер сейчас должен очень активно развиваться, быть в курсе всего и успевать за рынком, то есть знать, чем, собственно, вы отличаетесь от других. Нельзя уже просто продавать ткани. Вы должны быть профессионалом, вы должны быть художником, у вас должен быть собственный стиль, своя ниша, своя целевая аудитория и свое лицо. И я вижу очень много успешных, вот успешных салонов или интернет-салонов, которые взлетели буквально за год, за два последние, поскольку они быстрее других, увидели вот эту потребность в развитии, они первыми пошли в Инстаграм, они быстрее стали делать профессиональные фотографии, стали активно использовать соцсети, стали персонализированно уже представлять свою студию, то есть мы не просто продаем ткани, а это мы вот такая команда, у нас есть лицо, мы, наш клиент, он вот такой, мы делаем вот такие работы, мы отличаемся тем-то, тем-то. Это могут быть ткани, это может быть уникальный подход к дизайну, это может быть какая-то технология уникальная. Фишки? Фишки. Вот фишки, они, да, они сейчас работают, и рынок меняется. В связи с тем, что закрываются в кризис многие салоны, на рынок выходит много частных дизайнеров. Это и хорошо, и плохо. Но я считаю, что скорее вот эта перемена рынка из-за кризиса, это плюс для отрасли, потому что кризис – время возможности, и многие начинают в кризис, и сейчас я уже вижу эти большие изменения, именно за последние даже не 5 лет, а 3 года. Люди стали более профессиональны, стали активнее вообще и развиваться, и позиционировать себя, вкладываться в рекламу. В общем, все это приятные изменения. А какие, на ваш взгляд, вот мы говорим сейчас уже о трех последних годах, какие на рынке в 2017, уже в 2018 году произошли интересные события, на ваш взгляд? Ведь рынок крутит, ломает, сжимает, происходит, закрывается очень много салонов. Профессионалы уходят в свое плавание, открывают свои дела. Вот что, на ваш взгляд, послужило вот такими вот толчками для развития на рынке, рынка самого текстиля, интерьерного текстиля в 2017, в 2018? И вот прогноз ваш на развитие рынка, давайте до конца года, и может быть на следующий в целом. Что будет происходить? Ну, событие понятное, что основное событие было, это в два раза практически вырос курс. Соответственно, мы просто уже не можем, просто вот нам нравится ткань, мы ее предлагаем. Мы уже задумываемся о бюджете. Поставщики поменяли, пересмотрели очень сильно свои коллекции. Они поехали, заменили похожими, нашли дешевле, но такого же качества поставщиков, фабрики, издателей и так далее. То есть поменялись за это время в связи вот с... То есть мы же не можем остановиться, ну хорошо, возможности стали другие. Но при этом люди продолжают делать ремонты, продолжают покупать жилье. жизнь меня остановила. И люди очень считают свои деньги, кстати говоря. Это очень важно. И мы не можем уже продать просто красивую ткань, сколько бы она ни стоила, и клиент в нее влюбился, и все, и дальше уже работа наша на этом закончена. Опять же, правильно вы говорите, да, то есть люди считают деньги, нам нужно думать и о бюджете, и о соотношении цена-качества, и о том, что мы должны так извернуться, мы должны сделать красиво, качественно и уложиться в бюджет. То есть мы оптимизируем, мы ищем новых поставщиков. Рынок задвигался. Да-да-да. Он активно задвигался. Задвигались и поставщики, пересматривая свои коллекции, они стали более продуманные, они стали, может быть, где-то меньше, но лучше, да, пересмотрели свои складские остатки. Дизайнеры, в свою очередь, стали двигаться в какую сторону? Они тоже пересмотрели из своей портфели поставщиков. Они тоже стали искать новых, вот в этом мы им, кстати, очень помогли. То есть у нас второй по посещаемости раздел, это как раз каталог поставщиков, фабрика издателей. И помимо статей у нас люди, сейчас я вспомню цифру, у меня, конечно, как у дизайнера с цифрами все плохо, я прошу прощения. Попытаемся. Вот, 265 тысяч просмотров каталога поставщиков за год. Более тысячи запросов поставщикам именно через портал пришло. И порядка 30 тысяч переходов на сайты компаний. Это очень приличная цифра для нашей отрасли. Если мы говорим, что в принципе компании на рынке, ну, плюс-минус там от 10 до 15 тысяч, по разным оценкам, официальных данных у нас нет, то это очень приличная цифра. Порядка половины рынка заходят к нам, и получается порядка, чуть меньше половины рынка ищут новых поставщиков, пересматривают свой портфель. Это заметно, да. Люди оптимизируют, очень сильно чистят свои товарные портфели, начинают работать исключительно с продаваемыми тканями. Если раньше у тебя мог быть салон завален огромным количеством каталогов, сейчас это будет 10-15 рабочих книг, на которых строятся все практически продажи. Ну, это правильно. Я считаю, это правильно. И люди избирают свой путь. То есть кто-то оптимизирует портфель российских поставщиков, кто-то, кто работал раньше со своим складом в регионах, они начинают перестраиваться, работать под заказ, но ищут эксклюзивные фабрики, эксклюзивных издателей, опять же, оптимизируются по цене. Чаще ездят на выставки, ищут, смотрят. Но не могу не сказать про Китай. Так. Это тоже такая за последние, наверное, два года глобальная тенденция. И я первый раз попав на выставку, у меня просто открылись глаза. В Шанхае, которые выходит. Да, да, это выставка премиальных китайских производителей. Здесь мы не говорим о том некачественном Китае, который засел в головах наших дизайнеров и клиентов. То есть у нас, наверное, вот только последний год наши поставщики не стесняясь говорят, что это китайские ткани. Стереотип, я думаю, мы начинаем преодолевать. Стереотип начинаем преодолевать, да. И уже благодаря мебели, когда у нас многие контейнерами закупают, в Китай везут, уже этот стереотип и у конечного клиента уходит. И вот эти удачные реплики, и уникальные коллекции премиальные, они уже не вызывают никакого ни страха в глазах клиента, ничего. И я вижу в коллекциях российских поставщиков все больше китайских тканей. И уже не стесняются они об этом говорить, не обманывают, не говорят, что это Италия или Турция. Современный Китай по качеству и уровню производства и контролю качества того сырья, которое используется при производстве тканей, может иногда позади далеко оставить европейские фабрики. Я абсолютно соглашусь с этим. И попав впервые на выставку, у меня был шок. Это мало сказать шок. То есть я такого не ожидала. Это и оформление стендов, и качество ткани, и уровень дизайна, и коммуникативность. То есть все уже говорят по-английски. И после того, как мы сами съездили на выставку, уже прошедший август, мы привезли группу оптовиков из регионов. Они были совершенно тоже в восторге. То есть мы уже организовали бизнес-туры. На выставке. Вот еще одно направление. Да, ну сразу все не скажешь. Так, информация это самое ценное. Я думаю, это главная миссия. Вот из всего того, что я слышу, миссия вашего портала. Нет, привзятая, очень такая качественная, объемная информация обо всем. Стараемся быть максимально объективными. Да. И независимость. Независимость. Информация, независимость, возможность быстро найти ответ, коммуникации. Коммуникации, да. Вот, коммуникации очень важны. И вот наши бизнес-туры, они тоже показали, что люди просто боятся, да, из-за того, что боятся сами не найти. Возможно, это языковые барьеры. Ну, все, в основном у людей просто это в голове барьер. Это страх такой, я не найду, я не пойму. То есть вот если ко мне сами приехали, я, причем это люди, которые, в принципе, всегда работали напрямую, закупали ткани на склад, делали свои коллекции. Это сеть салонов в регионах, это магазины тканей крупные. То есть такого вот плана бизнес. И все равно у них есть вот этот страх. Я была удивлена. Я говорю, а зачем вы со мной-то хотите поехать? Вы же лучше нас в этом бизнесе, там, 25 лет. Ну как, а вдруг я, вот я не знаю, что сказать, а я потеряюсь, а я там, мне надо брать переводчик, еще что-то. Но после того, как уже с нами съездили, второй раз уже едут сами смело. Это тоже похвально. Хорошо, да. Вы толкаете людей. Мы уже встречаемся на выставке, на хантик-стиле мы так встречались. Нам говорят, ой, здорово, с вами веселее было. А вот расскажите об итогах хантик-стиле и мейзона. Они были, казалось бы, два месяца назад, но прошла уже целая вечность. И мне кажется, вот именно сейчас можно подвести их итоги, убрав эмоции, впечатления и так далее. Что нового, что интересного, что эти выставки рынку дали? Ну, вы знаете, тут полчаса даже не хватит. Тезисно. Мы будем на вебинаре об этом очень подробно рассказывать, то, что мы вот эти архивы, там, в 10 тысяч фотографий, мы их обработали, переосмыслили. Ну, давайте тогда просто каких-то очень важных вещах. Вот прям тезисно, чтобы, вот, блиц сразу. Ценность ручного труда. Так. Персонализация. Так. Век инстаграма, интерьеры на показ, это все туда же. Соответственно, очень яркие, китчевые, пупартовые вещи. Так. В принципе, арт-направление, сотрудничество с художниками, свободная живопись. Так. Это можно, опять же, отнести и к ручному труду, и к персонализации. Диауай-тема. Угу. Развитие цифровых технологий, инновационные ткани, такие как звукопоглощающие, грязеводор, термо. То есть все инновационные ткани, которые призваны окружить нас удобством, функционалом, заботиться о нашем здоровье. Угу. Дальше. Возвращение классики в ее классическом понимании. Если предыдущие два года это было в основном ардеко и начало века, вы, наверное, со мной согласитесь, сейчас начинает возвращаться классика, но классика переосмысленная. Мы назвали ее в трендбуке интеллектуальная классика. Мне кажется, очень удачное название, потому что это либо это дизайн с историей, либо это архивный дизайн в современном прочтении, либо это очень яркий, акцентный, классический предмет в нейтральном или современном интерьере. То есть это не целиком такой барочный или ампирный интерьер. Это именно включение классических элементов в современный нейтральный интерьер. Так, это очень интересно. Что касается, также скажу, что касается этники, опять же, эра глобализации, мы много путешествуем, и мы наполняем свой интерьер такими трофеями, привезенными из разных мест. И наш интерьер, он уже такой немножко фьюжн становится, в стилистике уже, это уже эклектика, это разные предметы. Но этника, она уже много лет очень актуальна. Какое изменение этника в этом году претерпела? Стало больше Востока, Китая, Японии и Африки, я бы отметила так. Африканская тема прям очень активно представлена, но особенно на Мизоне это было видно. Вообще хантекстиль и Мизон абсолютно разные площадки. Кардинально разные. Кардинально разные. И тенденции, которые мы там видим, они тоже разные. Даже тренд-зоны, тема, которая поставлена во главу угла, она ориентирована на ту целевую аудиторию, которая посещает выставку. Если хантекстиль, это у нас большая бизнес-ярмарка, и ценовой сегмент в основном такой средний, то есть туда даже сети могут приехать что-то, посмотреть для себя, опять же, за дизайнами. И они все туда едут, Леруа в том числе, мы это знаем точно. То Мизон и ДКОФ, это, конечно, это наше. Это вот наше, дизайнерское, это творческое, это тенденции. И там даже тренды, которые ставятся как главные, такая главная тема, например, они ориентированы на более осмысленное, творческое понимание, на такое вот внутреннее прочтение. Вот, то есть абсолютно разные выставки. Но посещать надо обе. А еще куда стоит съездить? В Китае. А еще? Это точно. Еще мы обязательно поедем на пропосты. Так. Это очень кулуарная выставка, она проходит в совершенно замечательном романтичном месте на озере Кома. И чем она характерна? Там собираются исключительно европейские производители. Это площадка для издателей. То есть те коллекции, которые мы видим на ДКО, они, в общем-то, составляются и заказы формируются именно на пропост. Поэтому это такие кусочки мозаики, раскиданные вокруг озера, которые ты просто вот смотришь и видишь, как все издатели, ведущие дизайнеры, они просто вот ходят, щупают, трогают, что-то рождается, вот оно в воздухе, в воздухе витает создание новых коллекций. Там мы видим технологии в первую очередь. Да, это очень... Это выставка технологии. Там очень много, конечно, обивочных тканей, но и декоративно-портьерных в том числе. Но очень важная выставка для всей отрасли. А что вы скажете об изменении качества ткани вот в последнее время, последние 2-3 года? Что было раньше и что теперь происходит? Какая ткань востребована и какую ткань предлагают производители в большем числе? Натуральные ткани стали больше пользоваться и спросом, и предлагаться поставщиками. Это однозначно натуральные ткани, натуральные фактуры. Если раньше больше любили какие-то блестящие, яркие, вот дорого-богато, как я это называю, вещи, то сейчас очень важна фактура, тактильное ощущение, такая дорогая простота, роскошь, которая не кричит о себе, шерсть однозначно. Вот таким образом меняется как раз взгляд нашего конечного клиента на то, как должен выглядеть интерьер дома, в котором ты проживаешь всю свою жизнь. Меняется, да. Но я сейчас подумала о том, что мы только что вернулись из Калининграда, проводили такой интенсивный курс обучения для сети салонов, такого крупного игрока этого региона. И что говорили девочки? Мы им рассказывали о трендах, первыми презентовали им трендбук, рассказывали о разных подходах, тенденциях именно в моделях, в дизайне, текстильном. Когда мы говорим о классике, они вот каждое слово ловят. Когда мы начинаем говорить про современный именно интерьер, они говорят, у нас нет таких клиентов. Потом, когда мы начинаем уже глубже разбираться, говорят, ну да, есть, но у нас нет таких тканей, мы их не заложим. Говорим, подождите, давайте разберемся, все-таки клиентов с интерьерами нету, или у вас коллекция сформирована под классический интерьер. Ну, говорят, наверное, так и так. Оно друг за друга цепляется, и они говорят, да, мы очень хотим, мы очень хотим больше работать с современными интерьерами. Иногда это барьеры в нашей голове, и клиент может этого просто не знать. Наша задача ему открыть этот мир тканей, повести его за собой, убедить его и рассказать о том, что, вы знаете, вот в вашем интерьере вот не надо вам вот этого вензеля золотого, например, вот он у вас абсолютно, он испортит вам всю картину. Давайте я вам покажу. Вдруг вам понравится? Потрогайте, пощупайте, посмотрите, там, понюхайте иногда, да, но в итоге все-таки дизайнер должен победить. Я слышала такую точку зрения, что конечный клиент в России начинает молодеть. Смотря где. Я слышала ее про регионы, что когда активно застраиваются районы, города спутники, жилье там стоит недостаточно дорого, и человек, переселяясь в новую квартиру, уже задумывается о том, чтобы не идти в Леруа Мерлен покупать готовые квартиры. А он хочет все-таки что-то красивое. Да, а это как раз средний возраст. Это очень здорово. Я-то, кстати, такого вот от регионов как раз не слышала. А мы слышим активно, что они вензеляют. Они прям плачут, да, они прям плачут, говорят, я хочу это применить. А у нас сегодня в гостях, кстати, в истории успеха гость из ближайшего в Москве, и мы обязательно у него спросят про возраст у меня. Это здорово, интересно было бы услышать. действительно хотелось услышать или опровержение, или подтверждение этой точки зрения. И последний вопрос, буквально предпоследний. Все-таки мы говорим сейчас о портале Виллис, независимой площадке. Чем она отличается от других отраслевых ресурсов? Валентин, а с чем сравнивать? С какими отраслевыми ресурсами вы нас можете сравнить? Ну, я бы вообще ни с кем не сравнивала, потому что это, наверное, единственная площадка, которая посвящена именно интерьерным тканям и текстильному дизайну. Если сравнивать в целом с дизайн-порталами, то можно сказать, что текстильщики очень активно используют для личного продвижения всем известный портал Хьюз. Конечно, это очень уважаемая, очень известная площадка, и мы, можно сказать, равнялись... Хаус, или Хьюз, да, по-разному называют. Конечно, мы равнялись, на них, когда они еще не пришли в тот момент в Россию, и когда мы думали о том, как должен выглядеть, как должен быть организован наш портал, конечно, это... для нас они были примером. Когда они пришли в Россию, мы видим, что текстильщики также очень активно используют их как площадку для продвижения себя, для поиска клиентов. но мы не можем себя сравнить с ними, да, у них есть информация, да, у них можно посмотреть, найти различные компании, но это все-таки B2C площадка, она ориентирована на конечного клиента, а мы на профессионалов, мы достаточно закрыты, но не привлекаем конечного. Это очень важно, потому что вы не зря это повторили несколько раз, стереотип, он есть, что там присутствуют у вас и конечники. Нет, нет конечников. Нет, мы за этим следим. В будущем вот тоже мы все время боимся закрыть все разделы, но я думаю, что мы это сделаем, поскольку популярность площадки растет, и даже, хотя вот к поставщикам вы не можете зайти, когда вы не зарегистрировались, не залогинились, но статьи вы можете там, например, посмотреть, тоже не все. Но будем закрывать еще больше. А как вы сортируете, как вы администрируете приходящих к вам пользователей, как вы их одобряете, не одобряете? Ну, во-первых, мы не используем такие возможности для продвижения, как контекстная реклама. Мы активно не популяризируем нас в поисковиках. Именно с той целью, чтобы конечный клиент в поиске штор или ткани, он не наткнулся на эту площадку. То есть нам, с одной стороны, для нас это сложности в плане того, что вы как поставщик, как рекламодатель, вы говорите, а по каким поисковым запросам мы вас можем найти? Мы говорим, вы знаете, мы не стремимся к тому, чтобы нас по поисковым запросам в поисковиках очень быстро находили. Мы стараемся изначально только на профессиональных площадках привлекать аудиторию. Нас передают уже из рук в руки такое сарафанное радио. Мы становимся известными либо за счет вас, поставщиков, либо за счет выставок, либо за счет советов профессионалов друг от друга. Понятно. Мария, спасибо вам большое за вот эту небольшую, но очень емкую содержательную беседу. Я думаю, мы с Марией еще встретимся в самое ближайшее время, потому что, судя по деятельности и направлению деятельности вашего портала, нам будет еще много о чем поговорить. Я уверена. Мы только вкратце коснулись основных моментов. Поэтому мы только начали. Мы благодарим вас. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Валентина. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»